История океанского круизного лайнера Роттердам Судно Роттердам также известный как Гранд Дама, является бывшим океанским лайнером и круизным лайнером, а с 2010 года является кораблем-отелем в Роттердаме Нидерланды. Он был спущен на воду королевой Нидерландов Юлианой Нагало церемонии 13 сентября 1958 года. В 1959 году летом было завершено строительство судна. Длина судна 228 метров, ширина 29 метров, пассажировместимость 1456 человек, обслуживающий персонал 776 офицеров и членов экипажа. Первый рейс-круизный лайнер осуществил 3 сентября 1959 года. Круизный лайнер Роттердам был последним великим голландским государственным кораблем, в процессе строительства и оснащения которого работали лучшие ремесленники из Нидерландов. Его карьера длилась 41 год. Он плавал с 1959 года до своего окончательного выхода на пенсию в сентябре 2000 года. Первоначально он задумывался как кандидат на пост кандидата от популярного судна «Новый Амстердам», запущенного в 1937 году, но работа была приостановлена, из-за начала Второй мировой войны в Европе. Когда в начале 1954 года экономические условия стали благоприятными для достройки нового корабля, на горизонте замаячило начало конца океанских лайнеров как основного транспорта. Дизайнеры учли это и создали новаторское судно, состоящее из двух классов – горизонтально разделенного корабля с подвижными перегородками и уникальной двойной лестницей, позволяющей легко преобразовать его в круизный лайнер. Крещение и спуск на воду 13 сентября 1958 года королевы Юлианы вызвали огромный фурор. Были десятки тысяч людей на обоих берегах реки Бредип. Грузовое помещение для машин на судне Роттердам были перенесены на корму, в теперь уже традиционное положение на две трети в корме, а вместо воронки были установлены двойные воздухозаборные трубы. Для обеспечения баланса на надстройки в средней части типичной воронки была построена большая рубка. Хотя в то время это было очень спорным. Его ходовые испытания и передача компании Holland America Line состоялись 20 июля 1959 года, всего за несколько месяцев, до первого пересечения Атлантики. Во время своего первого рейса он доставил в Нью-Йорк наследную принцессу Нидерландов. В связи с ростом популярности авиаперевозок из эксплуатации стало исчезать все большее количество трансатлантических лайнеров. Эта тенденция привела к тому, что в 1969 году Роттердам навсегда ушел в отставку с трансатлантической службы. Впоследствии он получил небольшой ремонт для постоянного плавания и начал свою новую жизнь в качестве круизного лайнера, работающего полный рабочий день. После переоборудования Роттердам также стал кораблем одного класса. Он становился все более популярным в 1970-х и начале 1980-х годов, в основном с американцами и австралийцами. В результате другого ремонта в 1977 году его пассажировместимость уменьшилась с 1499 до 1144 человек. К 1980-м годам корабль привык к зиме на Карибах и лету на Аляске, время от времени совершая и очень популярные кругосветные круизы. Carnival Cruise Lines приобрел Holland America Line в 1989 году. Он оставался в эксплуатации до 1997 года, когда компания Carnival к большому разочарованию преданных поклонников корабля объявила, что его модернизация для соответствия новым правилам АЛАС 1997 года будет стоить 40 миллионов долларов. Несмотря на то, что у Carnival были деньги необходимые для ее модернизации, они предпочли списать то, что они предположительно называли старым кораблем. Замена судна пятого Роттердама на шестой Роттердам была заказана на верфях Финкантайри в Италии. Галлофинал завершил ее последний сезон 30 сентября 1997 года. Было предложение, чтобы Роттердам вернулся в свой порт приписке города Роттердам, где он будет служить кораблем-отелем, но это предложение не было принято. Также ходили слухи о том, что судно может быть продано на металлолом в Азии, как это случилось с похожим на него судном Канберой. В октябре 1997 года он был продан Premier Cruise Line. Первоначально Premier Cruise Line хотела переименовать судно в The Big Red Boat, чтобы связать его с другими судами Premier, но общественный резонанс заставил Premier вместо этого переименовать его в Рембрандт в честь голландского художника. Как ни странно, Premier удалось переоборудовать Рембрандт в соответствии с новыми правилами безопасности, а также многое другое за половину суммы, которую прогнозировал Карнивал. Он плавал на Premier вместе океанскими лайнерами Океаник, Эухене и замок Трансвайль. Он продолжал служить довольно популярным круизным лайнером из порта Канаверал, штат Флорида, до 13 сентября 2000 года, до того момента, когда Premier Cruises закрылась. Подала на банкротство, и в конце 2000 года компания прекратила свою деятельность. Была полночь, когда это стало официальным, и капитану Рембрандта было приказано пришвартоваться в Галифаксе Новая Шотландия, и все разгрузить. Впоследствии он был помещен под арест департаментом шерифа Галифакса до следующего утра, а через несколько дней отплыл на прикол во фрипорте Багамы. В течение трех лет Рембрандт стоял на приколе вместе с другими судами Premier Cruises Line во фрипорте Багамы. Были опасения, что он может быть продан на металлолом после того, как некоторые из их суда товарищей по флоту были проданы на металлолом в Азии. Затем в мае 2003 года Рембрандт был куплен компанией Rotterdam Dry Duck Company с планом вернуть бывший Роттердам в порт приписке города Роттердам, где он будет служить кораблем-отелем. 12 июля 2004 года судно Рембрандт прибыл в Гибралтар для инкапсуляции и удаления асбеста, выполненных британской компанией Caddy Group. Затем он посетил Кадис, где его корпус был перекрашен в свой первоначальный серый цвет Холланд Эмерика, а также был переименован обратно в Роттердам. Затем он переплыл в Польшу и Германию для окончательной реставрации. Он вернулся в город Роттердам 8 августа 2008 года. Он открылся для публики 15 февраля 2010 года как музей, отель и школа профессионального обучения. 12 июня 2013 года он был продан компанией Westcott Hotels, который также принадлежит отель Нью-Йорк, расположенный в бывшем здании штаб-квартиры Холланд Эмерика Лайн в Роттердаме. С 2018 года судно Роттердам является последним оставшимся на плаву судном бывшей компании Premier Cruise Line, после того как в 2018 году бывший корабль Starship Atlantic был списан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова